Знаете, в конечном итоге мне кажется, что мой канал превратится во что-то такое говорящее, рассказывающее истории, но, к сожалению, пока канал не популярный, пока ты еще не известная личность, твои интересные истории никому нафиг не нужны, как, собственно, и влоги. Поэтому приходится снимать такие видео по типу, что такое Clubhouse, потому что они сейчас хайпят, и ты знаешь, что народ может таким способом увидеть твой канал и потом проникнуться в твою жизнь и подписаться. Вообще, мне нравится, если честно так признаться, рассказать истории, потому что, во-первых, я люблю рассказывать истории, у меня, в принципе, довольно интересная жизнь, чтобы рассказать что-то, и много есть таких моментиков. И это не так энергозатратно для видео, можно рассказать, сесть, смонтировать, выложить все за один день, и вот тебе и контент. Поэтому сегодня история, как вы поняли, и сегодня история будет про то, как я работала моделью, и история о том, что этим может заниматься и зарабатывать абсолютно каждый человек. Конкретно говорить будем про Америку, потому что мой опыт в Америке, и, честно говоря, я уверена, что эта же схема не сработает в России. Хотя в Америке 100%, особенно если вы из России, из Украины, потому что наши европейские девчонки, мальчишки. Конечно, не хочется говорить слово, что мы там красивее или симпатичнее, я против того, чтобы как-то сравнивать людей по внешности. Но, но, мы это назовем самопрезентация. Наши ребята показывают себя и самопрезентуют намного лучше, прям в тысячу раз, чем те же самые американки. Когда моя программа стажировки, собственно, как я сюда и попала в Америку, я думаю, что все, кто смотрит мой канал, уже давно поняли, как же я попала в Америку, я приехала на стажировку. Когда эта стажировка начала заканчиваться, я понимала, что мне нужно чем-то сейчас будет заниматься после стажировки. И мой навык искать работу на фрилансе, на всяких проектиках, которые я получила в Сочи, пока училась, жила, мне пригодился и в Сан-Франциско. Собственно, я работала по той же схеме, просто ищешь какую-нибудь группу там в Фейсбуке, ну, раньше это было ВКонтакте, а теперь и в Фейсбуке, потому что я в США нахожусь. Просто ищешь там фотографы, видеографы или какие-то проекты, фриланс, и такие группы есть в каждом городе, по сути, а уж в Сан-Франциско тем более. И так я находила многие вариантики, типа, тоже работать как промо на всяких там выставках, презентациях, но в этих моментах мне было немножко стрёмно, потому что у меня английский не идеальный. Вот, а всё-таки там в основном координация людей, типа, инфа доска, что-то там рассказывать, ну, как бы это не совсем то, что я могу реально сделать. Вот, и как-то я наткнулась на объявление, то, что ищутся модели для каких-то там рекламных фотопроектов, типа, свадебную, реклама свадебного салона, реклама там косметики. И, короче говоря, я поняла, что это моё, это я могу сделать. И меня везде брали, потому что я говорю, самопрезентация, конкретно, Инстаграм, скидываешь свою ссылку Инстаграма здесь, и наши девчонки, у которых, блин, у каждой Инстаграм, как, не знаю, как обложка там журнала, ну, конечно, я сейчас преувеличиваю, но если вы посмотрите обычный рядовой Инстаграм американцев, то он, ну, ужасный, честно говоря, с точки зрения там какой-то эстетики, там, ленты, вообще они там не заморачиваются, постят себя подряд просто ужасного качества. Вот, у меня Инстаграм был довольно красивый, там, яркие, красивые фотографии. В общем, куда бы я ни скидывала, если им нужны до сих пор были люди, они меня всегда брали. И так я, я на самом деле сходила всего два раза, наверное, на бесплатные фотосессии, и я ходила только на фотосессии фотографов, которые мне прям очень хотелось с ними поработать, и я была согласна реально бесплатно прийти, потому что мне их работы очень нравились, я хотела их в свое портфолио. И так я попала первый раз на рекламу мейкапа. Это была моя самая первая работа в моделинге. И давайте сразу я вам скажу, что я сейчас говорю не про моделинг, где там Victoria's Secret, да, модели Chanel Dior. Нет, это просто какие-то фрилансы, какие-то там проекты, потому что не могут же все себе позволить там супермодели, да, Ирину Шейк пригласить, прорекламировать с Владимой Солом. Нет, там работают там обычные симпатичные девчонки. Вот, короче, с этим разобрались. Итак, первый раз я пошла на проект, который был связан с рекламой мейкапа, и это была реклама мейкапа просто для Инстаграма. Причем снимала меня девушка-фотограф, но вообще она по специализации видеограф, и у нее даже был, как она рассказала, свой фильм на Нетфликсе. Представляете, когда живешь в Сан-Франциско, можно такие вот всякие личности встретить, просто когда пошел на бесплатную фотосессию. Это была очень крутая фотосессия, она была в индийском стиле, потому что девушка, которая меня красила, она именно делала макияж для свадеб, для индийских свадеб. Прикольно, на самом деле, работа, потому что, особенно девчонки, мне кажется, вообще интересно, потому что ты крутые фотки получаешь, и деньги зарабатываешь, и чем больше ты работаешь, тем у тебя больше знакомство в этой сфере, и работа больше появляется, и выше оплачивается она. Это была моя первая фотосессия. Крутые очень фотографии, которые сразу, в принципе, наверное, и сделали мой дальнейший путь. В какой-то момент я встретила, познакомилась с фотографом Генри, мы с ним очень сдружились, он меня тоже как-то нашел на просторах фейсбука, в этой группе фотографа-модели, и он мне написал и позвал на фотосессию. Он меня спросил, сколько я беру за час фотосъемки, и я тогда, на самом деле, не знала вообще рынок, я вообще не представляла, кто сколько берет, и сколько будет, типа, не слишком мало, и не слишком высоко, чтобы мы не отказывались. И я себе сделала такую установку, типа, ладно, 30 долларов в час, потому что, ну, потому что я в отеле, если так посчитать, зарабатывала где-то 18 долларов в час, вот, и я такая, окей, 30 долларов в час. Вот, мы с Генри провели первую фотосъемку, я помню, что это было, это был просто, типа, такой стрит, что-то такое же, casual вообще, это, по-моему, это была наша первая фотосессия, да, и эта аватарка у меня сейчас стоит в инстаграме. Очень такая комфортная, расслабленная, просто, типа, я сидела там на лестнице, так-сяк, и у меня фотка. Вот, и я помню, что когда мы разошлись, мы примерно фотографировались, там, 2 часа, и по моей ставке он должен был мне заплатить 60 долларов за это, но он мне заплатил, кажется, 100, он сказал мне, что другие девчонки намного больше берут, ну, и я такая, типа, окей, наверное, я немножко повыше сделаю, сделаю себе ставку 40 долларов в час на 10 долларов больше. И когда я уже с другими фотографами общалась, то я говорила, что у меня 40 долларов в час. Так, я помню, я попала на рекламу какого-то, короче, девушка, у нее был шоу-рум, и она делала магазин, онлайн-магазин, и мы отфоткали весь ее ассортимент для этого онлайн-магазина. Потом у меня было 2 проекта со свадебными фотосессиями, один вообще мне очень понравился, задумка была такая, что нужны были 3 модели, 3 разных типа. Вот, я была светленькая девочка, блондинка со светлой кожей, была чернокожая девочка с черными волосами, и была, мне кажется, она латина, наверное, я так думаю, что она латина. Вот, и очень прикольные фотографии получились, хорошая задумка, мы там втроем такие разные девушки, и неважно какого цвета у вас там кожа, волосы, в общем, каждая девушка это девушка, каждая там рано или поздно выйдет замуж, будет невестой, и очень была красивая фотосессия, очень красивые фотографии, классно, мне очень понравилось. Фотостудию фотограф сделала сама у себя дома. Потом, мне кажется, после этой фотосессии меня нашли другие свадебные фотографы, потому что они начали писать очень активно. Меня пригласила девушка на другой свадебный проект, тоже мы фоткались на фоне океана, тоже было очень красиво. В общем, у меня очень положительные впечатления обо всем этом, потому что с такими людьми очень приятно общаться. Это творческие люди, и тебя еще и красят, и делают из тебя такую красотку, и крутые фотографии тебе делают, ты можешь их запостить в инстаграм, и еще тебе и деньги за это платят. Хотя, ну, многие платят наоборот, да, чтобы их сфоткали, красивые фотографии сделали. У меня было 2 бесплатных потом фотосессии, значит, у меня было 3 в итоге, наверное, бесплатных фотосессии. Мы встретились с парнем, который, он опытный был фотограф, поэтому я согласилась с ним бесплатно. Даже, по-моему, я сама напросилась к нему на фотосессию, и у него была его сестра, которая только-только начинает красить. Вот она только-только визажистом стала. И, в общем, у нас был такой на взаимно выгодных условиях союз с троем. И, в общем, мы провели фотосессию. Я еще себе специально покупала платья, чтобы, если... Ну, какие-то такие тематические или нетематические фотосессии, чтобы у меня был красивый наряд. В общем, подготавливалась. Кстати, лайфхак. На Асосе можно довольно дешево купить крутые, такие, как выпускные платья, которые в прокате стоят в 2 или в 3 раза дороже, но только вы в прокате берете на 1 раз, да, и сдаете. Вот. А это ваше платье. Вы можете там много раз фоткаться и потом перепродать. Короче говоря, изначально я хотела арендовать, потом посмотрела на цены, офигела от цен, и поняла, что я закажу просто на Асосе. Вот. И там у меня буквально вот это вот синее платье, оно стоило 40 долларов. Ну, вот, представляете, это реально дешево. Потом мне списалась девушка, которая делала портретные чисто фотографии, очень красиво тоже фотографирует, и я их хотела, чтобы сделать портфолио именно вот такое модельное, чтобы потом податься в модельное агентство, потому что все это я делала просто чисто на своей инициативе, где-то там в группах в фейсбуках. Очень часто мне потом начали писать фотографы в Инстаграме, потому что я везде ставила хэштеги типа Model San Francisco. Самый запоминающийся проект, который мне очень долго на самом деле не выплачивали, я уже думала, что мне кинули, но нет, они в итоге выплатили, у них просто очень сложно там все было, потому что это был стартап. Стартап, короче, приложение разрабатывалось, где ты наводишь, открываешь телефон, наводишь на свое лицо, и приложение по твоим изъянам на лице, там всяким недостаткам, каким-то там прыщикам, чему-то там, морщинкам, показывает, указывает тебе на твои там минусы, на что обретить внимание, и подбирает тебе уход. Вот, вот такое вот приложение было, и мы делали рекламу для этого приложения. Ну, собственно, я это и делала, типа я такая вышла там из души, такая в приложении что-то смотрю, оно мне там пишет. В общем, ему нужны были такие вот ролики, чтобы рекламировать приложение, ну там, в соцсетях, везде. И за шесть, по-моему, часов съемки нам с девчонкой, нас было двое, должны были заплатить по 300 баксов, плюс там оплачивалось такси, там питание. Вот, но я говорю, очень сильно затянулось, и к этому тоже нужно быть готовым, потому что это фриланс, это все чисто на договоренности. Никаких там документов, договоров, ничего. Нет, вы просто договаривайтесь. Какие могут быть минусы в этом всем? Ну, вот честно, каждый раз, когда я куда-то ехала, мне было немножко стрёмно, особенно если это был фотограф-мужчина. Вот, ну, знаете, там, это чужой город, чужая страна, ты совсем не знаешь, кто там может скрываться. Естественно, я проверяла все, все профили досконально. Если мне что-то не нравилось, я всегда отказывалась. Вот, но все равно вот этот страх, он немножко присутствовал каждый раз. И, ну, и еще были иногда районы, которые там не очень, там, не знаю, не хотелось туда ехать. Вот, в общем, вот этот вот минус большой. Второй минус, то, что ты не можешь зарабатывать прям полноценно на этом, потому что ты фрилансер. Если бы я была в агентстве, они мне постоянно подкидывали работу, я уверена, что я бы больше могла заработать на этом. Но, так как многое просто не появлялось в этих группах в Фейсбуке, то я просто много выпускаю. Еще я хотела рассказать про третий свадебный тоже проект. Это был показ в свадебном салоне. И я уже приехала на примерку, мы уже все выяснили, там, какие платья будут моими. Но в этот момент начинается коронавирус, и все мероприятия запрещаются, и, в общем, все это накрылось медным тазом. Мне до этого было как-то стрёмно подаваться на вот этот runway show, а потом я подумала, что нет? Как бы я не такая уж и низкая, на самом деле. Ну, да, я невысокая, так скажем, для моделей. У меня рост 171, но и не низкая, знаете. Можно каблуки повыше надеть, особенно если это свадебное платье, под платьем не было видно. В общем, хозяйку салона это вообще никак не смущало. Или кто она там была, организатор, не знаю. Поэтому, да, они меня взяли, но накрылась из-за коронавируса. А так бы я еще по подиуму ходила. Ну, короче говоря, девчонки и мальчишки, если вы приезжаете в США, не знаете, чем заняться, как подработать, то это просто идеальный вариант. Делайте крутые фотографии, парочку бесплатных фотосессий, и вперед со своими фотками, потому что процентов вы заинтересуете. Когда я приехала в Сиэтл, я хотела этим продолжить заниматься. Тогда чуть-чуть уже карантин вроде как начал ослабевать, и я начала искать группы в Сиэтле точно так же, по той же схеме, модели, фотографы Сиэтл. Но Сан-Франциско, конечно, это не сравнится. Проектов вообще мало, как-то все очень скучно, скудно. И мы все-таки с одним фотографом договорились. Это была бесплатная фотосессия. Я подумала, что окей, я соглашусь, потому что, во-первых, я не знала никого здесь. Мне нужно было нарабатывать какие-то знакомства. Мы с ним провели фотосессию. Вообще, буквально в следующем здании мы просто поднялись на парковку от следующего здания, от моего дома, и на парковке пофоткались. У меня опять это было чувство, мне было стрёмно, особенным, потому что только переехала в Сиэтл, еще ничего не знаю, никого не знаю. Он приехал, как бы все нормально, вроде все, но все равно у меня вот это вот чувство осталось, то, что не хочу я, не хочу что-то. Но еще была причина в том, что через месяц, как я приехала в Сиэтл, мне удалили мой инстаграмм со всеми моими фотками. И, конечно, это меня подрастроило. Ну и опять-таки повторюсь, здесь очень тухлые на самом деле группы были в этой сфере. И я, короче, забила. Вот, но если крупный город, если есть возможность, если есть желание, то советую, да. И, кстати, еще было несколько фотосессий, когда начинающие фотографы меня прям звали, просили пофоткаться. И, ну, я опять-таки смотрела на работы, нравится ли мне их стилистика. Вот, потому что тоже фоткаться и потом даже не хотеть выложить эти фотографии смысла нет. И вот, кстати, Генри, это вот с кем мы 4 фотосессии провели, очень хороший у нас тандем был в плане работы. Мы даже один раз приехали в 5 утра, по-моему, или в 6 утра в Чайна Таун. Мы хотели пофоткаться, чтобы не было никого, потому что днем там очень много народа, невозможно протолкнуться. А мы решили утром пофоткаться на пленку. И получилось круто, на самом деле. Но была еще одна фотосессия на пленку, в лесу мы фоткались, и он попросил меня надеть что-нибудь красное, чтобы, ну, знаете, среди леса было яркое пятно. И у меня был красный пиджак и красная помада. Короче говоря, красное не мое. Мне эти фотографии просто безумно не нравятся. Ну, и мне еще не нравилось, на самом деле, как я выглядела. Но у меня не было ничего такого яркого. Если посмотреть на мой гардероб, у меня смесь черного-белого с серым. И так, мало чего яркого. Мы всегда были прям удачные фотосессии, но интересно. Интересно и... А еще интереснее, когда тебе еще и деньги за это платят. Вот такая вот моя история. Ребята, если вам нравится вообще, когда я вам что-нибудь рассказываю из жизни, там, про мой какой-нибудь опыт работы, не знаю, там, общение с американцами. В общем, если вам нравится, когда я что-нибудь рассказываю, дайте знать в комментариях. Спрашивайте какие-нибудь вопросы. Возможно, какие-то вопросы меня наведут на новые идеи для видео. Спасибо, что посмотрели это видео. И до новых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok